«Святая ложь» из цикла «Украинские хроники». Клим Подкова в живом журнале за 5 мая 2023 года. Вечером Сухов прошел траншеи к блиндажу, заглянул внутрь. Сидевший у топчана медик затылком почувствовал взгляд, оглянулся без слов, поднялся и вышел наружу. «Как он?» – спросил Сухов. «Плохо», – ответил медик. «Бурят умирал уже вторые сутки. Умирал тяжело и мучительно. Все знали, что он умрет, и все знали, что сделать ничего нельзя. Отряд бился в глубоком окружении. Из блиндажа донесся стон боли и муки. «Я делаю все, что могу», – виновата сказал медик в ответ на молчаливый вопрос Сухова. «Но у меня ничего нет». «Ничего». «Аптечка давно пустая. У ребят тоже уже все выгреб. Я могу только сидеть рядом и смотреть, как он мучается и умирает». «Бортник готовит прорыв, но ему нужны еще минимум сутки», – сказал Сухов. «Сутки бурят не проживет». Сухов достал сигарету, помял ее в пальцах и отдал медику. А сам спустился в блиндаж, подошел к топчану умирающего, присел на край. Бурят открыл глаза, повернул голову. Губы его задрожали. «Командир, я жить хочу». «Жить». Сухов взял его за руку. «Ну-ну, чего ты? Ты же боевой бурят, которых все в ИСУ боится. Боевой бурят не должен раскисать. Держи марку». «Я же говорил, я не бурят, я казах», – улыбнулся раненый. «Был казах, а стал бурят. И прекратить эти упаднические настроения. Ты еще сто лет проживешь. Вернешься домой, найдешь себе невесту. На твоей свадьбе гульнем, детей твоих крестить будем». «У меня уже есть девушка, Айгуль». «Ай-яй-яй, у бурята, оказывается, есть невеста, а он об этом никому не гугу». Сухов сжал руку бурята. «Бортник готовит деблокаду. Он, мужик, напористый, обязательно прорвется. Быстренько доставим тебя в госпиталь, будешь как новенький. Только потерпи немного, совсем немного». «Потерплю», – бурят закрыл глаза. Сухов поднялся, вышел наружу. Медик стоял у входа и добивал сигарету. «Когда?» – спросил Сухов. «Еще часов восемь, десять», – ответил медик, стараясь не глядеть на Сухова. Утром Сухов увидел идущего по траншеи в его сторону медика и снял каску. Отмучился бурят. А скоро загрохотала артиллерия. Это бортник прорывал кольцо. Дверь открылась, и в палату заглянула симпатичная медсестра. «Сухов, к вам, посетительница!» Сосед Сухова по палате молча поднялся с кровати и, опираясь на костыль, запрыгал к двери. «Опять к этому Сухову, посетительница!» «Бабник ты, Сухов!» «Казанова!» «Иди, иди, недостреленный!» «Не мешай людям общаться!» Сосед открыл дверь и пропустил вошедшую в палату девушку, и перед тем, как выйти из-за спины вошедшей, хитро улыбнулся Сухову, подняв большой палец. Девушка подошла к его койке и села на табуретку. Круглое лицо, черные волосы, брови в разлет, раскосые глаза. Классическая азиатка. Сухов сразу понял, кто это. «Айгуль?» «Кайрат много рассказывал о вас. Как он любит вас, о скорой свадьбе, какой он построит большой дом для своей семьи и как внуков у вас будет детей». Девушка закрыла лицо руками и разрыдалась. Сухов повернулся на койке, наполнил минералкой пластмассовый стаканчик, подал девушке. «Айгуль сделала глоток, второй». «Понимаете, он мне ничего такого не говорил, никогда. Почему?» «Не знаю, но он любил вас, очень. Каждый день говорил о вас», — уверенно повторил Сухов. Девушка сделала еще глоток. «Со мной отказываются говорить, ведь по документам я ему никто. Я знаю, вы были там с ним. Как это было, как случилось, как он погиб? Я должна знать, скажите». Сухов смотрел в молящие, красные от слез глаза. Трое суток, страшно мучился. Даже обезболивающих не было и ничего, ничего нельзя было сделать. И Сухов ответил. «Снайпер, пуля в висок. Он умер мгновенно». Клим Подкова «Святая ложь» из цикла «Украинские хроники». И он угрожал. «Святая ложь»